всем добрейшего утра у нас туман он уже рассеивается на улице такой свежий воздух открыла здесь окна красота у нас 30 такой туман за тот дом вот уже стало более или менее видно так вообще его не видно было меня радует эта красота вот так вот заходишь на лоджию она не каменно вот такой красивый издюминкой доброе утро борец серьезно проснулся как всегда ты выспался молодец сейчас будешь заниматься кушать и в садик чем на завтрак сегодня вот такие вот у детей подушечки амарантовый шоколадной начинкой я честно говоря никогда таких подушечек не видела спасибо огромное наши зрительницы санкт-петербурга она нам прислала очень много всего вкусного и полезного что немаловажно здесь вот мука грубого помола не содержит сахар и без фруктозы не содержит глютен здесь вот как подсластитель это стевия и составе амарант амарант он очень очень полезный здесь источник топинамбура и нулина в общем короче съел и получил кучу полезности это очень радует каренка уже поела мы с мужем тоже попробовали очень вкусно я никогда таких подушечек у нас не видела может как бы не присматривалась сегодня кирюха и камилка тоже на завтрак поедят такие вкусные подушечки полезные ну наконец-таки мы повесили вчера тюль в комнате у кирюхи и когда заходишь прям так уютно стюляс так хорошо комфортно чем без тюля купили мы гардину метр шестьдесят конечно можно было бы купить и два метра но потом как-нибудь поменяю но у нас видите из-за короба получилось нас так было метр шестьдесят мы так и купили блин а забыли что у нас раньше такого бы не было поэтому ну как то вот так но это лучше чем ничего это тюрьму заказывали нам сшили под заказ когда сделали ремонт в комнате у кирюхи потом камилка прыгала прыгала потянула вырвала гардину прям с корнями и вот потом то у мужа не получалось то отчима то сделали то забывали в общем и такая гребедень всегда была укрепили стену приклеили обои вот сейчас только вчера повесили на это радует постирала еще не отпаривала немножко мятая но сегодня буду все это дело отпаривать с самого раннего утра камилка бежит к фитболу и он очень нравится на прям с удовольствием прыгает сюда мы еще пока перенесли кресло мешок одно потому то эти кресла уйдут к девочкам в комнату камилке тоже на ней нравится сидеть лежать это тоже зона комфорта для нее как вот кресло качалка фитбол для нее это активность а вот такие вот вещи как кресло качалка вот такая спокойно как у нас да или кресло мешок и служит местом спокойствия пилимпучка сейчас поизарю ей омлетик со свежими домашними яичками покормлю ее умываться вот она любит кстати еще залазить на этот стул я очень нравится нашла к сыночки каринкины так теперь складывает молодец камилка складывает и умница самый безобидный стимка мелки попрыгала теперь успокоиться надо на кресле так еще и мячик ножкой молодец давай покатай мячик чем умыли камилку переодели а теперь у нас задача ее причесать чтобы и причесать нам надо ее задобрить потому положила в тарелочку вот такие вот полезные подушечки включила ей мультик ну и сейчас буду пробовать ее причесывать какая камя красиво но не на не пей себя камилка смотри он подушечки ты будешь тебе нравится сейчас я поставлю нам будет смотреть мультик и кушать подушечки этим временем ее буду пытаться причесать причесать причесаться для нас конечно это прям я не начал большая проблема она не дается нам ворачивается когда муж дома он держит ее руки я ее причесываю когда я одна бегаю по всей квартире чтобы ее причесать его лягаешься ножкой пошли меня не они за ручку молодец умничка пошли пошли молодец умница нет камила нет мы на лифте не поедем нет как будто не уговаривала такими детками а когда что чего-то хочешь добиться да вот чтобы они что-то сделали то нельзя давать слабинку от несколько раз такими глазками смотрела милыми я разрешила приехать на лифте все у нас снова с этим проблема теперь она не хочет и в какую довольная коми довольна ты где уже там протерла стены вы подъезжаете стряхну да держись в другую сторону чтобы голова не заболела молодец камилка дорвалась до качельки я ее хотела туда на тренажеры повезти она ни в какую не хочет поэтому думаю чтобы ее не нервировать чтобы она спокойненько гуляла ей было комфортно пусть делать то что она хочет да тебе нравится качаться камилка тебе нравится ну качайся погодка хорошая гуляем с камилкой мелкий мелкий дождик начал капать но дождик нам не помеха даками мы будем гулять и наслаждаться дождь дождь еще алиску оставили посторожить когда в песочнице играется знаете я заметила когда я крашусь девай яркую одежду поднимается настроение даже в не очень хорошую погоду а для нас женщин то очень важно да вот сделать себе макияж и пока делаешь этот макияж наслаждаешься поэтому девочки одеваем яркую одежду делаем себе макияж и радуемся жизни и многие кто пишет что как я могу с особенным ребенком это все делать можете если захотите решила с камилой сходить в магазин прогуляться камилочка отходи там будет выходить она прям себя грызет бьет сильно прям кусает ну пришла погода резко поменялась то жарко то холодно то дождь ты забрала все свои корзинки это огромное ого классно да вот это вот веселенько да классно ну а вот там вот камила еще такая идет прям себя грызет камилка нам прямо все пойдем думала чтобы она немножко прошлась а она вообще ни в какую не хочет ходить все пойдем конечно пока погода не устаканится те аутисты которые метеозависимые просто ходят на напишите девочки у кого детки тоже особенные как у вас вот сейчас дети этот период переносят перепадов температура то жарко то холодно вот она идет то одну руку то вторую ну постоянно грызет давайте на перегонки привет камилка первая молодец камилка ну все не нервничай не нервничай все хотелось мне сегодня на тренажеры пойти лентяйка такая лентяйка ну шо 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 давай что чего ты плачешь давай успокаивайся ну успокаивайся давай поднимайся нет давай назад поворачивайся поднимайся давай давай нет поднимайся вторую ножку нет нет ставим нет нет назад пути нет только вперед давай 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 нет назад ты не можешь пойти давай поднимайся давай подъем не бойся давай Да не бойся, я за тобой стою. Давай. Молодец. Давай. Давай. Чего ты плачешь? Давай, хочешь мы с тобой вот так подскочим? Никого, никого, никого. Ну всё. Ну не плачь. Ну не плачь. Ты же ржёшь? Ты же ржёшь, что ли? Ты маленькая девочка? Ты маленькая на ручках? Просто с улицы она так сильно раскапризничала. Ты моя девочка. Я поцелую. Ками, да я поцелую. Чайками. Ты же тяжёлая. Всё? Ну всё. Всё. Хочу, хочу. Давай на мячике будешь прыгать? Давай садись. Немножко тебя мячик успокоит. Я такая злая. У меня сейчас прилетел комментарий. Да, я вчера снимала видео короткое о шторце, где говорил о том, что помогите, пожалуйста, собрать на дельфинотерапию. То есть я не веду никакие сборы. Я нигде не оставляю номера карточек. То есть в чём заключается помощь? Я не заставляю никого принудительно подписываться, смотреть рекламу, просматривать все видео. Я просто обратилась к своим зрителям, которые смотрят мой канал, что те, кто не подписан, если есть желание, я же не заставляю никого подписаться, смотреть видео и не пропускать рекламу для того, чтобы шёл доход. Так меня сегодня обвинили в том, что я бессовестно трачу деньги на себя, на дельфинотерапию, собираю деньги. А что вот она такая хорошая мама, вылечила своего ребёнка сама, сама пахала и зарабатывала деньги. Так где, где? Покажите, пожалуйста, в каком видео я говорила о том, что соберите мне деньги на дельфинотерапию. Я терпеть такого не могу. Вы знаете, вот что такое сплетник, кто такие сплетники? Вот не понял и потащил вот эту неправдивую информацию в массы. Да угомонитесь вы уже, понимаете? За каждым вашим словом должно быть доказательство. Вы пишете в общем доступе для всех. Так вы можете свои слова доказать или нет? Или вы сидите через VPN и такая, знаете, вот есть даже реклама, как блогеры сняли по поводу вот этих вот хейтеров. Сидит там малышок какой-то в задрыпанной квартире. Сидит и строчит, типа такой там умный. Ребят, не надо такие вот вещи делать. Вы сначала хотя бы поймите, о чём идёт речь, а потом только начинайте писать. Ну, уважайте, пожалуйста, в первую очередь себя. Короче, Камилку ничего не успокаивает вообще. Она прям очень капризная. Периодически останавливается. Но вот минут 5-7 уже я и мультики включила. Но мультики вот более-менее её, кстати, успокоили. Пылесосила я себе спокойненько. А мне позвонили, представляете, позавчера вечером заказала комод киевский. Должны были привезти к понедельнику. А мне она звонит, говорит, а мы готовы сейчас доставить. Круто, но некуда его ставить. Вот так вот выглядит комод девочек. В трёх коробочках. Они такие тяжёлые. А муж как раз только уехал со своим другом на работу. Пришлось его вызванивать. Мы вообще должны были не сегодня привозить его. Но так получилось, что успели быстро собрать его, привезти. С Краснодара везли нам эту икею. Вот, а я здесь стою, короче, в тапочках, в носочках. Такая моднявая. И уже замёрзла на улице, очень холодно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok